Так, сейчас уже... сейчас уже сколько? 11.18, и я только завтракаю. Что у меня сегодня на завтрак? Это авокадо-тост, тут авокадо, половинка авокадо-помидор, сбоку лосось, одно яйцо, шпинат, руккола, перец, редис и так далее. Я очень много добавляю табаско, потому что я люблю все острое. И это американо с капелькой овсяного молока. Вот такой вот полезный завтрак у меня получился. Это маленькая таксочка, она сидит со мной, и мы будем сейчас монтировать видео. Посмотрите, как красиво, когда в Париже мрачно идет легкий дождь. Это моя самая-самая любимая погода. Я пила камбучу, и сейчас яду куда-то туда, не знаю куда. У меня в подъезде вот такое стрёмное зеркало, и я забыла показать, ну, как я сегодня выглядела. Выглядела я сегодня очень-очень смешно. Смотрите. Кстати, пью такую штуку прикольную. Это от воды Волвик, они делают такую мачо-воду, очень прикольная и вкусная. И я иду домой, потому что у меня сегодня очень грустное настроение. Я вам расскажу об этом долго. Эта история достойна того, что Pios Now Mir. У меня из-за того, что пропала запахи, я не чувствую никакие запахи. В итоге я только что жарила, ну, на плите. И вы слышите? Это пожарная... Как это называется? Сигнализация. И Леша бегала. Аааа, что делать? Это ты так бегала. Это ты бегала. Бегала, открывала лоб. И вообще, как бы, я плохой повар. И я реально из-за того, что я слепыха, я, во-первых, не увидела дым, из-за того, что не чувствую запах, я не увидела... Вы слышите? В общем, если к нам сейчас приедет наряд, будет весело. Будет веселый влог. У меня аж энергия появилась. А то мы только гуляли сегодня с Лешей. У меня как-то вообще не было сил, энергии. И Леша, кстати, дождик идет. Короче, тебе нужен пожар для энергии, да? Мне нужен пожар. Ну, отца. Ааааааааааааааа! Боже, я не ела Спайси Тюну. Я не знаю, у меня аж слюнки текут. Я бы вам показала? О, боже, Донни! Они слюнки текут. Ты же должна рецепт сделать Я должна Когда-то, ребята, когда-то Когда-то приедем в новую квартиру Это хорошая идея На самом деле, кстати, я недавно вспоминала А кто это за блогер говорит постоянно Hey guys, у меня все nice Леш, кто так говорит? В общем, есть какой-то блогер Я не помню, как его зовут Пожалуйста, если вы помните, скажите, кто это Это просто изменит мою жизнь Он постоянно говорит Hey guys, у меня все nice А будет смешно, если у такого блогера нет Это моя шизофрения В общем, ребята, что я хочу рассказать Во-первых, я хочу рассказать, что у меня Прещавый лоб, Леша, подтверди Да, очень прещавый Знаете почему? Потому что я вчера сожрала Пачку Принглс Сама ночью просто я сидела И ела, 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 ела Ела, ела Помимо того, что я кучу другого говна съела И теперь я еще ночью проснулась И я поняла, что у меня прещавый лоб Я это почувствовала Я утром встаю И такая О, прещавый лоб Я тебя чувствовала Нет, это жизненная история И следующая история Сегодня Леша ездил отправлять посылки В Харьков моей сестре, в мое барахло Ну, мое барахло моей сестре Просто я свои вещи летние отправила Потому что они мне не нужны уже, как вы понимаете И мы переезжаем У меня так кучу-кучу-кучу-кучу вещей И у меня чемоданов не хватает, чтобы их возить И к чему эта история? К тому, что там под мостом, где происходят отправки Продаются украинские и русские товары Там продаются окороки куриные Рыба сушеная Тюлька Че там еще? Окороки и свиные вообще Свиные? Да, свиные Пиво, моршинская там есть Моршинская вода Представляете, вы в Париже У вас есть, не знаю Уитель, Волвико, Эйвен А вы такие Ой, хочу пойти купить моршинскую По цене Эйвена Прикиньте? Это лук Инны сегодня Я не знаю, на кого она больше похожа На директора, либо на киллера А прическа, ребята Самое главное, это прическа У меня уже волосы заросли И я поэтому вот так делаю Но самое главное Это вот эта горточка То есть ты можешь резко эротику добавлять Ну, типа я иду и такая Стильная, да? Леша, смотрите, какой стильный У него Зеленый носочек Зеленый носочек Это я стилизовала Это я люблю зеленый Это я все зеленое сделала Хорошо, мне еще зеленое Алло Первый ботинок Как-то не очень, если честно Нет? Прикольно Красиво? Угу, опусти штанина У меня слишком длинная штанина просто Не похоже меня на бабушку Или похоже? Я вот не знаю Брать, не брать Ну, эти крутые В общем, не знаю Мне кажется Вот эти очень классные А вот эти Мне немного Бабушку Зину напоминают Вот если бы меня звали Зина И я уже была бабушка Я бы, наверное, вот эти взяла Не, вот эти я точкам пройдем Смотри, как красиво И классно накраску здесь вложили Да Да? Спасибо Ну, не знаю Ну, вот именно Если они неудобные, да? Ну, вот именно Если они неудобные Мне возможно, входите Не понравилось Оно просто стильно Вот тут смотрит Какие лучше Хавичевые? Думаю, да Лучше хавичевые Так за хавичевые Угу Значит, что это у тебя там? Кошмаки Черевички Черевички Хорошо Ты сегодня их оденешь? Одни, да А обувь не одевают, кстати А обувают Спасибо, что отправила меня Подписывайтесь Обучитесь грамоте Изначально я хотела плоский ход А потом я поняла Что я не хочу плоский ход Потому что там были Очень красивые модели Каблуков Полиция Конные Сказала мне Идеть маску Кстати, в Париже Постоянно раздают Какую-то еду И Леша взял себе Булочку Ёблятьком Посмотрите Какая булочная Сладкая булочка Булочка с маком Сезамом Вот такие вот Подежки есть Вот так называется Это булочная Если вас заинтересует Это местечко Находится в море Ну, как вы поняли Леша хотел купить А я не захотела Булочку Кстати, посмотри Как обрисовали маскот Этого не было Не было Смотрите Мы тут когда-то С Димой Моим другом Гуляли И, кстати, странно Что мы не нашли Эту булочную Мы с Лешей Переобулись И теперь мы В одинаковых сетах Видите Мы банда Кондус Только не видно От твоих сердечек Маш О, теперь видно Какие вам нравятся больше С маленькими сердечками Или с большими Имеет ли значение размер Вообще-то да Ужин Все, мы что, не заказываем? Не-а А ты планировал? Кто знает Веселюсь, как могу Дончик Вы знали, кстати Что у нас Дончик Это собака Нарцисс Он очень любит В зеркало Смотреться Целыми днями Любуется Матрешка Матрешка Ты моя Матрешка Сочная песня Я, кстати С такой штукой На голове На Плакс Джонни Деппа Вот Особенно если Эту прядку Вот так делать Видите Красно Похоже Мы пришли, кстати В место Которое мы когда-то С Лешей случайно Увидели Ну и наша знакомая Настя здесь была Советовала Называется Далмата Очень красивая Стильная пиццерия Я не знаю Видно вам или нет Все очень круто Стильно Сделано Розовая Не знаю Класс Далешка Очень необычная Подача Апироля Сидор На столе Мне кажется Он очень газированный Попробуй Он похож на Апироль Ветом 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 Угу Не надо Не надо Пицца Выглядит Очень красиво Это маргарита Это Труфельная Это Дончик Я не помню Честно говоря Сколько Такая стоила Но дешево Но дешево Расскажи Как я забрала Твое пиццу Да Ты уверена Ну если могла Значит можно Заказать Первый любимый сериал Леша Твой На самом деле Мне очень нравится Этот сериал Девочки Скажите Все любят Этот сериал Покажу вам Что мы едим Леша кушает Йогурт Я ем Салат С тунцом Авокадо И всякой зеленью И вот Леша пьет Один Этот трек Просто Бомба Я нашла его Вчера И я слушаю его Уже Два дня Просто Нонстоп Просто послушайте Это кстати Мой любимый Жанр в музыке Вот такой Ладно Придем ближе к делу Я решила Просто поговорить С вами Рассказать вам Что-то Чтобы мой Влог Был более Информативный Так сказать Под моим Предыдущим Видео Очень многие Написали Что у меня Очень красиво Блестит лицо И что Почему мой лоб Так сильно Блестит Почему у меня Такое Блестящее Красивое Лицо Опять-таки Павтология Кожа у меня В ужасном Стоянии Сейчас Такого Очень давно Не было Дело Дело в том Что Недавно Я Наночила Несколько дней Подряд Чипсы Не знаю Почему И Это Сказалось На моем Лице Вот Вы видите У меня Здесь Прыщи У меня Никогда Не было В этом месте Прыщей Тут их Прям Много В общем Прыщей У меня Достаточно И Все Что я Делаю Например Я делаю Какие-то Уходовые Процедуры Маски Тоники У меня Какие-то От Прыщей От Прыщей Тоники Вот Это Я пытаюсь Кстати Уже Очень давно Убрать У меня След От Вот Этого Прыща Уже Год Где-то История У него Очень Интересная Год Назад Практически В феврале Мы Ехали В отрыта И Предпоездка В отрыта Когда мы Ехали Снимать Первую Коллекцию Для Шамбари Сдали Юли А я Говорю Юля Выдави Мне У меня Не Получается И Юля Мне Выдавила Его Ну То есть Юля Не Виновата Я Сама Попросила Она Как-то Меня Сильно Выдавила Потому Что У меня Там Был Огромный Прыщ И У меня Остался След Прям Дырка И Прошло Очень Много Времени Год Почти И Это Все Осталось Как Вы Видите И Вот Сейчас Я Делала Такой Мини Пилинг Поэтому Он Гораздо Ярче Виден Видно Красное Пятно Обычно Не Видно И Я Думаю Может Когда Я Вернусь В Украину Я Сделаю Какой-то Лазер Или Процедуру Я Честно Горо Не Разбираюсь Может Вы Себя Очень Комфортно Я Привыкла К Чистой Коже А Сейчас Чувствую Себя Просто Каким-то Прощавым Подростком И Мне Вчера Было Смешно Когда Все Начали Писать Какая У меня Хорошая Кожа А Я Такая У 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 Я Покажу Вам Свою Скинни Рутин Скинни Рутин Что Послезавтра Завтра Я иду На интересную Процедуру Для кожи Кстати Может Тоже Засниму Что Сейчас Живу В такой Квартире Я ее Покажу В следующем Видео Она Узывает Какие-то Такие Странные Эмоции Если Честно Она Мне Напоминает Барселону Потому Что Здесь На стенах Деревянные Такие Не знаю Как Это Называется Сейчас Покажу В общем Вот Такие Деревянные Штуки Повсюду Барселонские В Готик Район Моем любимом И в Борни Вот такие В основном Потолки И когда я жила Там Там постоянно Были Такие Квартиры В таком Стиле Я называю Этот стиль Барселона Стайл И мне так Странно Сейчас Здесь Быть Я так Что-то Скучаю По Барселоне Я год назад Как раз Поехала В Барселону После Долгого Перерыва И Я не Была там Очень давно Я хотела поехать Но сейчас Я читала В новостях Что Мадрид Закрыли На карантин Полностью Как когда-то Париж Нельзя выходить На улицу Не знаю Что-то будет В Барселону И может быть Поеду В ближайшее время Потому что Я нереально Скучаю Нереально Скучаю По Барселоне Такое вот У меня Стояние Какое-то Нестояние И вообще Мне как-то Сейчас Честно говоря Тухло Тухло Мне в Париже Потому что У меня нет Кастингов У нас тут Корона Прогрессирует Все закрывают И я хотела Улететь Вообще В другую страну ЕС Поработать там Но мы Обсудили это С моим агентством Мы не сказали Чтобы я еще Побыла здесь Попробовала И если Не будет Кастингов Не будет А работ Тогда уже Полечу туда Куда я планировала Так что Я пока В Париже Пока В Париже Волосы У меня Растут Просто Как на дрожжах Посмотрите Мне кажется Скоро у меня Будет Коре Ну как Скоро Через год Наверное Очень жду Когда у меня Будет Коре У меня Вообще Честно говоря Печальное Какое-то Стояние Я все Хочу Пойти С какими-то Новыми людьми Выбраться На кофе На все Такое С одной Стороны Очень Хочу С другой стороны Боюсь Открываться Каким-то Новым людям Потому что Мне не всегда С этим вопросом Везет И я потом Расстраиваюсь Когда очень Кому-то Открываешься Потом Получается Все не так Как ты хотел И Боюсь я Новых знакомств Почему-то Хочу И боюсь Я всегда Открыта Очень И в то же Время Закрыта Наверное Потому что Я всегда Начинаю С кем-то Общаться Я отдаю Полностью Все себя И этот Человек Становится Очень важным В моей жизни Поэтому В моем окружении Всегда Очень мало Людей Какой-то Ограниченный Круг Но они Постоянно Со мной И из-за этого Мне всегда Страшно Открываться Новым людям Потому что С многими Моими Людьми Из моего Круга Мне не везло Мы Расходились И Это меня Всегда Погружало В какую-то Кудепрессуху И печальку Пью Вино Красное Вот налила себе Бокал Красного Вино Красного Вино Красного Вина Вообще Я кстати Решила Что я не буду Пить алкоголь О господи Смотрите Я как Мальчик Сейчас буду Монтировать Этот влог Который Наснимала Потому что Скоро Надо идти на улицу Дончику Моему Макарончику Который Лежит рядом Со мной Сейчас покажу Макарончик Надо купить Сегодня Кофточку Или курточку Потому что Очень холодно И он мерзнет И домик Ему надо Новый купить Вообще В этой квартире На самом деле Как-то так Странно Мне Очень Странно У меня чувство Что сейчас 2017 Я в Барселоне И все эмоции Которые у меня были В то время Как-то на меня Наливаются Сейчас Я даже музыку Свою старую Включила Которую Слушала тогда Кстати Вот такой жанр музыки Помимо рока Это Мое самое любимое Что есть Спасибо за просмотр До скорых встреч До скорых встреч До скорых встреч